Грандекап Безусловно развлекает, прежде всего развивает, извините, безусловно развивает детский танец в Украине. И мне всегда абсолютно приятно и большое удовольствие видеть очень много детских пар. И традиционно я знаю, что организаторы турнира Александр Катарина Муляр воспитывают прекрасных детей. Я знаю, что в Тернополе есть очень хорошие, очень сильные коллективы и много прекрасных детей. Поэтому это главная цель и это главное удовольствие, когда я приезжаю на этот турнир. Когда я решила сюда приехать, я думаю, что я сделала абсолютно правильный выбор, потому что я посмотрела, я вижу прекрасный зал, прекрасную атмосферу. Я очень благодарна организаторам за радушие, за теплый прием. И я получаю здесь очень большое удовольствие. Смотрите, Полина, я еще знаю, что недавно совершенно вас назначили советником президента WDC по вопросам спортивным. Скажите, что вы ему советуете? Я советую ему обратить внимание прежде всего на наше будущее, на детский танец. Потому что я понимаю, что для взрослых танцоров, наверное, будущее в профессиональном спорте – это уже не будущее, а настоящее. И они в данный момент должны показывать максимальный результат. Если говорить о будущем спорта, то это, конечно, детский танец. И поскольку я представляю Украину, я пытаюсь донести те проблемы, которые существуют, я хочу создать наиболее благоприятную обстановку для коллективов, тренеров, для пар, которые представляют эту страну и выступают на самом высоком уровне. Потому что тоже не секрет, что если мы говорим, например, о детском Блэкболе, то практически весь финал – это представители Украины. Поэтому нужно расставлять приоритеты. Я считаю, что нужно обязательно поддерживать такие талантливые пары и тренеров. Обязательно. Мы очень рады этого. А скажите, у вас работы стало больше в связи с этим назначением? Еще раз я... У вас работы стало больше в связи с этим назначением? Да. Ну, я могу сказать, что работа очень позитивная. Потому что мне очень легко, очень приятно общаться с господином Донни Бернсом. Он очень коммуникабельный человек. Он очень рад слушать и слышать любую новую информацию. Он человек, который, на самом деле, для меня он романтичный человек. Это человек, который с большой романтикой относится к танцу. Он абсолютно не холодный политик. Он очень человечный человек. И он с открытым сердцем относится к тому, о чем мы говорим. И это большое удовольствие. Если атмосфера вот такая, полного доверия, это всегда, на самом деле, очень подстегивает и помогает работать. Поэтому работать несложно. Хотя объем, конечно, увеличился. Но для меня это совершенно не проблема. Скажите, я знаю, что вы были очень активным наблюдателем Олимпиады в Сочи. Вот. И хотелось бы в связи с этим спросить, как вообще обстоят дела с продвижением спортивных танцев в олимпийские виды спорта? На сегодняшний момент я занимаюсь одной очень важной программой, добровольным физкультурно-спортивным сообществом «Спорт для всех». Это новое отделение, которое занимается любительским спортом в России. И также занимается не только олимпийскими видами спорта, но и теми видами спорта, которые имеют наибольшую популярность в России. И не только в России, естественно. То есть те виды спорта, которые мы можем назвать национальными. Если говорить о России, об Украине, то, безусловно, бальные танцы – это национальный вид спорта. По массовости, по количеству, по результатам, по представительству на международных соревнованиях. Поэтому на сегодняшний момент наша цель – представить полномасштабно этот вид спорта для Международного Олимпийского комитета. Они должны знать, они должны видеть, что это зрелищный, прекрасный вид спорта. И я думаю, что мы вернемся, безусловно, к обсуждению включения бальных танцев в олимпийские соревнования. Может быть, для начала как демонстрационный вид спорта. Потому что на сегодняшний момент, например, бальные танцы участвовали в олимпийской программе как часть культурной олимпиады. У нас был масштабный проект в течение четырех лет – культурная олимпиада. Мы проводили турниры под этой экидой, в том числе в Москве. Поэтому мы стараемся сейчас популяризировать бальные танцы и сделать их видимыми, красивыми, красивым элементом для Международного Олимпийского комитета. Еще, конечно, не хотелось бы политику затрагивать в принципе, но в связи с тем, что сейчас такая нестабильная ситуация вообще в стране, как вы считаете, влияют ли русско-руссийско-украинские отношения как-то на танцевальный спорт? Я считаю, что, к сожалению, влияют. Я считаю, что да. К сожалению, были отменены несколько очень крупных соревнований в Украине. И на сегодняшний момент я бы очень хотела, чтобы страна, которую я очень люблю, очень люблю Украину, я очень люблю и поддерживаю украинские пары, чтобы было известно, что в России есть очень много людей, может быть, и голос недостаточно хорошо слышен сейчас, которые поддерживают и всем сердцем поддерживают Украину. Поэтому я думаю, что если есть какое-то охлаждение, то я надеюсь, что оно временное. И оно не затронет индивидуально тех людей, которые с удовольствием приезжают и любят Украину. Спасибо вам большое за эти теплые слова. Мы рады всегда вас видеть в Украине. Спасибо. Большое спасибо.